У меня есть метла, у меня есть хорошие, чудесные рабочие метла, сделанные по всем правилам. Вот со ступой как бы негде мне её здесь держать. Образ злого колдуна. Он придаёт уверенность в себе раз, определённый шарм два. Ну и доля кокетства в этом есть, конечно. В Венске как бы те же самые бабушки, они следили за тем, чтобы соблюдались ритуалы. Когда ребёнок рождается, свадьбы, то в городе утеряно, конечно. Вот когда я говорю про городскую магию, это коммерческая такая индустрия. Вот в этом как бы... Надо ли переезжать из города в деревню, скажем, если тут как бы в городе коммерческая, а там настоящая? Так, может, надо всем переехать в дуру и ехать в деревню? Городская магия, она решает... У них как-то больше всё за... Для, для и для всего. Как стихия. Как стихия нужна. Иногда нужна вода, иногда нужен огонь. Вот иногда нужны берёзовые ветки. Всё зависит от того, чего делаем. Вот, с кем. И какой именно результат хотим получить. Вот. Никакие деревенские магические сеансы, они не напоминают сеансы массового гипноза. Как вот в зал собирают и говорят, сейчас мы будем чистить всем чакры. И все, да, ура, ура, чистим чакры. Для чего, зачем? Мало того, совершенно непонятно, кому мы в этот момент обращаемся и чем мы за это платим. И кому? Поэтому магическая работа, она индивидуальна. Она очень индивидуальна. Первое, это нам надо пошептать обязательно. Правильно? Второе, нам надо водичка. Как стихия воды. Нам нужен огонь, как стихия огня. Воздух, как стихия воздуха. Ну и так далее. Или не надо? Это может как быть, так может быть, этого и не быть. Вот. Деревенская магия, она привязана не к ритуалу. Она привязана к традициям. Вот. Каким образом человек будет исполнять эти ритуалы? Как бы на усмотрение колдуна. Ну, как вы это исполняете? Давайте мы про вас будем. Давайте про меня. Да, давайте про вас. Вот приходит человек, да? И что-то мне такое рассказывает. И передо мной стоит задача не столько внимательно его слушать, потому что, если честно, я не очень верю тому, что они мне говорят. Вот. Потому что говорят они, в принципе, одно и то же. Я такая хорошая, но такая несчастная. Я никому ничего плохого не делал никогда. А кругом вокруг меня завистники, злые люди. Хотя чему тут завидовать? Я живу на одну зарплату. Вот я вся такая, людям только добро. Вот. А вот это вот на меня плохо смотрит. Вот это вот мне в стол положило две булавки. А еще я у себя под подушкой нашла два желудя. Под подушкой нашла два желудя. Да. Так это же надо кому-то туда... Да, и она говорит, кто пришел в дом, кто мне это сделал, кого я должна опасаться, с кем я должна поругаться и не контачить. Я это все, конечно, очень внимательно слушаю, но по большому счету, мне абсолютно все равно, что она мне говорит. Не надо верить в то, что люди говорят. Надо все это проверять и просматривать. Когда ко мне вот так вот приходит, первое, что я для себя хочу понять, буду я работать вообще с этим человеком или не буду. потому что вот как бы по смыслу колдуны злые, они должны быть всеядные, но мы нет, мы абсолютно не всеядные. Первым делом я пытаюсь понять, да, и для чего люди приходят, тоже надо сказать. Вот он пришел, он обратился к бабушке, да, ему надо, чтобы бабушка подожгла свечку, помахала руками, сказала колды-балды над головой, три раза хлопнула, и все проблемы как бы вот ушли, вот как и не было их. И пошла она такая свободная и счастливая, и все у нее начало получаться, и в лифте с ней познакомился прекрасный принц, который стал ее мужем. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Так вот, я могу сказать, этого не бывает. И прежде всего надо определить, будем мы с человеком работать или не будем. Потому что иногда реально человеку можно вот так вот помочь и сделать ему еще хуже. Потому что человек не поймет ни своих ошибок, он не поймет ни какие просчеты он сделал в жизни. И никакой не будет пользы, кроме вреда. Иногда просто, иногда приходится выгонять милейших женщин. Вот, я бы с удовольствием, наверное, ходила с ней в кино, попила бы с ней чаю и получила связать спицами. Но работать я с ней не буду, потому что она мою работу загубит просто выйдя из моего помещения. Мне проще отказать, мне проще не брать такого человека. Второе. Скажем так, ритуальная часть всяких злых колдунств. Ну вот у меня был чудесный случай, скорее исключением, чем правило. Вот, пришел ко мне дяденька, долго рассказывал, какой он весь несчастный дяденька. Вот, и случилось то, что никогда не случалось. У меня метла висит в кухне, на крючочках и на ленточках. Она упала и прямо по голове. Ему? Ему, не мне. Я сижу вдалеке от метлы. Я умная. То есть, понятно. Вы же ее сами и повесили. Ну да. Ну, вообще-то говоря, ружье, которое висит на стене, оно один раз все же стреляет. Ну так вот. Я не произносила никаких колдунских слов. Я не поджигала никаких свечек. Вот, я не стучала в барабаны и не клала ему в карман крюльчью лапу. Вот, он ушел, и у него чудодейство разрулилось все. Вот, о чем он мне рассказал сам. Вот, а мне я сделал такой вывод, что как бы не пришел больше, значит, помогло. Лилия, так что помогло? Ваша работа или метла ему по голове помогла? На самом деле, моей работы тут не было. То есть, метла? Да. Спрыгнула и помогла. Так что люди-то к вам ходят? Вы им так каждому по метле предлагайте. Ну вот, метла спрыгнула с одного места первой, в последний раз, увы, за всю практику. А обратно она сама не запрыгивает? Нет, обратно я встаю на табуреточку и говорю, ну что ж ты, Михалыч, пойдем на место. Зачем же ты мне ушиб дяденьку? Михалыч. Да. То есть, у вас метла? У меня метла мальчик, ее зовут Михалыч. А вот, наверное, будет метлец. Ага. А вот, Лилия, скажите, а действительно, есть ли вот в этом сермяжная, что ли, правда о том, что вот изображают бабу-югу в этой ступе с метлой? Это с самого начала было, я задавал. Ну, наши дети не слышали. Меркурий-то в тот момент был ретроградный, сейчас мы его так... А сейчас повернулся? Да, повернулся к лесу. Хвала Мирозданию, да. Да. А к нашим зрителям, да, именно тем местам, которые надо, чтобы они слышали. Так вот, метла и ступа – это неотъемлемые, скажем так, принадлежности, или это чисто какой-то такой... Знаете, в древности ведь обычаи были. Да. Много разных обычаев. Может, это и есть обычаи, скажем, представлять себе бабу-югу? Вот. Почему, во-первых, яга, я не знаю. Ну, ладно. Расскажите. На самом деле метла – это очень замечательный инструмент. Для чего? Вот. Если я скажу для злых колдунств, это будет как бы смешно. Вот. На самом деле... На самом деле... Вот как люди смотрят в хрустальный шар, во всякие пирамидки, играют вот катись-катись яблочко наливное по блудочку золотому. Вот. У меня есть метла, которую я определенным образом в руки беру, ставлю ее на зеркало, вот, и получаю информацию, которая мне нужна. Это такой замечательный проводник к информационному полю Земли. Вот. Лично для меня. Такому, каждому я ее порекомендовать не могу, потому что каждый сам выбирает все инструменты. у кого-то карты, у кого чего. Мне очень... Опять... 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 Опять Меркурий. Не слышно? Как только я показала, стало слышно. Стало слышно? Да. Слышно? Ну, слава богу. Метла – это она. А вы его зовете Михаилом? Да. Странная штука такая. Или это нормально? Это нормально. Метла может быть девочкой, метла может быть мальчиком. У них разные функции. Еще раз. Меня слышно? А я слышу так, через слово. Если меня слышно, чего рассказать про Метсуга? Что будет интересно? Вы можете сказать... Лиля. Да. Приснятся синие... Разбиваются стекла. Это что? Так, еще раз. Я слышала Туарину. Теперь... Теперь... Ответьте... Сейчас проверим с порядка. Вопрос в воздухе. Если снятся синицы, которые летят в воздухе, вы говорите, вас будет слышно. Если снятся птицы, любая птица, летящая в небе, иногда снятся птицы низко от земли, любая птица – это к перемене в жизни. Причем эта перемена будет основательной, эта перемена будет касаться вообще всех сфер, которые существуют в жизни. Если птицы бьются в окна, если птицы бьются в окна, это говорит о том, что человек в данном случае находится в ситуации каких-то изменений в своей жизни, но он в ситуации не управляет. Он в ситуации не управляет, и поэтому у него неуверенность – раз, страх – два, желание посоветоваться – три. И состояние такой паники, что человек готов советоваться с кем угодно, с родными, с близкими, с тетенькой в трамвае, вот, в очереди в клинике. Вот. И это не потому, что человек готов слушаться всех. Он собирается с этим. Он любым способом себя старается из этой ситуации, которую он помогает себя выполнить, получить как можно больше информации про те процессы, которые с ним происходят реально в жизни. Вот. Ответила. Вороны. Вороны не всегда плохому. Вороны – это как раз предупреждение о том, чтобы человек был внимательнее раз. Вот, не знаю, пошел, сдал анализ. Не переходил на красный свет. Это не к плохому. Вот. Это вот так вот. Внимание, внимание. Все смотрим. Вот. Открываем глазки, ушки. Ушки. Вот. Вытаскиваем уши на уши и идем смотрим по сторонам. Это предупреждение. Вот. Если ворона одна, если ворона одна, то значит, надо внимательно смотреть на собственное окружение. Это значит, что мы что-то в этом окружении не доглядываем. Может быть, у ребенка двойки в школе. Может быть, муж взял кредит. Что-то такое уже случилось, уже, о чем мы не знаем пока. Лучше узнать вот сейчас вот по горячим следам, чем чокнутся через полгода. Вот. А не к плохому. Сама ворона, она ничуть не плоха. Даже во сне. Сам по себе сон, безусловно, инструмент. Потому что во сне, когда наша голова отвлекается от бытовых дел, вот, из подсознания, из глубин вылезают те ситуации, которые человек либо боится, либо ожидает. Вот. Но бывают и просто сны. Бывают просто сны, просто-просто сны. Да. Сне. Это неблагоприятное, допустим, в этом я придумываю. на самом деле сбывается один сон из тысячи у нормального, у обычного человека, который не работает с осознанными сновидениями. Вот. И у каждого человека в течение его жизни нарабатываются сны, которые для него именно значимые. Вот бывает вот у конкретного человека вот змеек болезни или близкого. Вот. Миллион других людей спокойно смотрят сны со змеями и даже радуются. Вот. Это у человека, опять же, очень индивидуальная система очень индивидуальная настройка на сны. И гадал наверное в 30-х человек уже сам знает, какие сны у него сбываются, а какие нет. Вот. Но считать, что сны это все глупости, суеверия и ничего не значит, вот нельзя так. Они все-таки знают. Ну, давайте мы тогда сны оставим на следующий раз. Надеемся, что в следующий раз будет лучше слышно. Дорогие как сами понимаете, действительно бывает, как бы мы не пеняли на Меркурии, но это прямое доказание. Вчера было, сегодня нет. А почему, не знаю. Три монитория и где-то кто-то чего-то не слышит. Поэтому, ну, тем не менее, а это за неудобства и да. Хорошо. Всего вам доброго. Благодарю. Всего доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok